Вечером четверга в индустриальном районе 14-летний подросток убил своего дедушку. Ученик восьмого класса нанес 64-летнему родственнику несколько колото-резанных ранений ножом в разные части тела. Пенсионер скончался до приезда врачей. Конфликт, который закончился трагедией, произошел в квартире пожилого хабаровчанина. Мужчина, имеющий трех дочерей, жил здесь с супругой, деля жилплощадь с внуком и внучкой. После того, как мальчик зарезал дедушку, он выбежал на улицу, оставляя по пути кровавые отпечатки рук. Соседи узнали о случившемся уже от сотрудников правоохранительных органов и были шокированы произошедшим. Женщина, проживающая за стенкой, накануне не слышала никакого шума. Она и предположить не могла, что школьник способен на такой поступок. Да, хороший мальчик, как бы всегда там здоровался, вежливый, такой добрый, как бы особо там ничего такого. Я не видел, что он с кем-то там конфликтовал, что-то еще. Я был таким добрым мальчиком. Вообще, я, конечно, удивился, что такое произошло. Еще один сосед, неплохо знавший хозяина квартиры, говорил, что конфликты с внуком у главы семьи периодически случались. Пенсионер иногда выпивал, но агрессивно себя вроде не вел. Как мать рассказывала, ну, в смысле, внука, ну, да, мать, да, ну, бывали конфликты так бытовые, знаете, ну, типа, дед, да, выпивал, ну, по крайней мере, он нормальный дед. Да, внук избалованный. Мальчишке 14 лет. Она ему то это, то это, знаете, как-то тоже без отца живет. Школьник сознался в убийстве. Что толкнула подростка на такой поступок, выясняет Следственный комитет. Известно, что на учете в полиции мальчик, как проблемный подросток, не состоял. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.